Из Нягани в Донбасс отправляется партия гуманитарного груза. К горожанам присоединились жители Белоярского, Березовского и Октябрьского районов. На помощь волонтёрам, которые целый месяц сортировали коробки с продуктами и предметами первой необходимости, подключились партийцы и обычные горожане. К машине выстраивались цепочки, которые из одних дверей экспоцентра передавали ценный груз, а из других также массово выносили пакеты и коробки. Тяжело, но полезно. — Сами принимали участие в сборе гуманитарной помощи? — Да, обязательно. Всегда помогаем, всегда откликаемся. И когда есть возможность помочь, обязательно помогаем. Сейчас им очень трудно там. — Что собирали? — Собирали всё. Тушёнку, макароны, туалетную бумагу, памперсы. Всё, что нужно, необходимо людям в Донбассе. — Собрано более 16 тонн гуманитарной помощи. Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этой хорошей, доброй миссии. И отправляем частичку сибирской любви, тепла жителям, которые нуждаются в этой гуманитарной помощи. Всем большое спасибо. Продукты долгого хранения, детское питание, предметы гигиены, постельное бельё, канцелярия. Целый месяц гуманитарную помощь доставляли семьями, классами, дошкольными группами, некоммерческими организациями. Очень много приходило волонтёров, очень много привезли из-за реки. Собрали и привезли прям целые газели. Очень радует то, что город Нягань опять показал себя очень активным, своих не бросаем, очень добрым. Мы знаем, что дети детского сада «Журавлик» рисовали рисунки. Были такие посылки, в которых были письма с добрыми пожеланиями, мира, добра. Потом были конверты, просто конверты. Приезжайте к нам, с приглашением приезжайте к нам, примем обязательно. Гуманитарный добровольческий корпус Евгения Мартина вступила всего месяц назад. Именно тогда, когда начался сбор помощи жителям Донбасса. И выходить из волонтёрской организации она уже не собирается. Активными участниками всех добрых дел каждый раз становятся и члены местного отделения партии «Единая Россия». Абсолютно каждый внёс вклад в маленькую частичку помощи. Я искренне доволен, что получилось собрать почти полную фуру. Надеюсь, что данная помощь с нашего округа, с каждого по чуть-чуть, внесёт очень большой вклад. И те дети, кто был вынужден бежать, хоть на секунду ставят счастливее, когда получат ту же лишнюю конфету или шоколадку. 16 тонн гуманитарного груза отправились в Сургут, где сформирован ещё один пункт сбора. Оттуда посылки из Югры доставят в Ростов, куда были эвакуированы жители Донецка и Луганска. Елена Куксаус, Никита Павловский, Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра.